85-й дом на улице Ленинского комсомола жильцы заселили еще в далеком 88-м году. И уже тогда с канализацией начались проблемы. Правда, в малых масштабах. Валентин Логинов живет здесь почти 30 лет. Он рассказал, что проблема с канализационными трубами была всегда. И все эти долгие годы ее никак не могут решить. Приедут, прочесть, минуты, опять через час-два, опять забиваются. Сейчас Валентину Логинову 93 года. Он ветеран войны со второй группой инвалидности. Проживает Валентин на втором этаже. Поэтому запах от прорванной канализации чувствуется в его квартире. Марина Семенова тоже живет в доме с момента его основания. Правда, повыше, на третьем этаже. И даже там этот ужасный запах чувствуется очень хорошо. Чувствуется. Вот идешь по коридору, чувствуешь дом. А что, окна все закрыты держим? Не открываем. Из-за постоянного прорыва канализации в доме невозможно не то, что окна открыть, а даже находиться. Марина Семенова рассказала, что жителям первого этажа сложно уснуть из-за смрада канализации. Летом такая ситуация происходит с постоянной регулярностью. Зимой с этим полегче. Дверь в сам подвал открыта, хотя рядом с ней висит навесной замок. Вероятно, ее даже не запирают. Из-за запаха внутрь точно никто не полезет. Наша съемочная группа также сделала несколько кадров у входа. Два дня назад в интернете появилась видеозапись, явно сделанная смельчаком. На видео хорошо видно суть проблемы изнутри. Александр Рюмин рассказал, что в подвал отказываются лазить даже сантехники. В тот раз вызывал слесарей. Мне мастер даже с ЖЭУ сказал, что слесаря не лезут в подвал, потому что там подвал забит блохами. Говорит, они туда из-за этого не лезут. Один раз я помню, сам туда даже попробовал спуститься. Одел резиновые сапоги. Но дальше вот этот люк, буквально какие-то 3 метра, я пройти не смог. Все залито нечистотами, дышать там невозможно. Жители дома не раз обращались в управляющую контору. Но никаких результатов это не принесло. Разговаривать на эту тему с нашим ЖЭУ – это бесполезно. Они начинают любыми путями на что-то ссылаться. Почему ситуация с прорывом канализации систематически повторяется, жильцы не знают. Но происходит это уже настолько часто, что в голову закрадываются мысли о неисправности самой конструкции труб. Житель дома Александр Рюбин подтвердил эти опасения. Насколько я помню, тоже давно, по-моему, или с ЖЭУ мастер, или еще кто-то приходили. Короче, они сказали, так объяснили вот эту ситуацию, что якобы, когда вот этот дом сдавался, что трубы, вот этот канализацион, который там проходит, не соответствует тому диаметру, какой должен быть. То есть, если сейчас там это делать, это надо весь дом полностью ремонтировать. Я не знаю, доживем мы до этого, когда подойдет этот капитальный ремонт или нет. Что-то я сомневаюсь. Ситуация не меняется на протяжении многих лет. Почти каждую неделю заливает подвал. И службы города на это никак не реагируют. Мы будем следить за развитием событий.